Всем привет! С вами психолог Александр Батуров. И сегодня я вам расскажу, как избавиться от тревоги. Для начала давайте разделим отдельно страх и отдельно тревогу. Страх – это наша полезная эмоция, которая помогает нам мобилизироваться, включить симпатическую нервную систему, чтобы либо убежать, либо атаковать. Она смобилизирует. А вот тревога – это когда вы долго забивали на своё беспокойство. В итоге проблема не решена, беспокойство растёт, и тревога увеличивается, и вы уже начинаете тревожиться насчёт того, что вы тревожитесь, и начинаете тратить очень много энергии на борьбу с собой, вместо того, чтобы обработать данный сигнал и понять, о чём он сигнализирует. Для начала разделим тревогу на три вида жёсткости. Лёгкая тревога – 1-2 балла, такой некий просто тревожный фон. Средняя тревога – 3-7 баллов. Вы уже осознаёте, что тревожитесь, но эта тревога ещё вас не дестабилизирует. Сильная тревога – 7-10 баллов. Тревога, которая вас дестабилизирует. Вы не можете заниматься своими делами, не можете спокойно о чём-то другом думать. Вы не объективно смотрите на окружающую вас реальность. Вы летите в это бездонное тревожное дно. Есть тревога и ещё выше, но это уже панические атаки, тревожное расстройство личности и всё такое. О борьбе с этими недугами я расскажу в следующем видео. Или через два видео. Борьба с тревогой идёт с помощью понижения с одного уровня тревоги на другой. Всё ниже и ниже. Итак, как перейти от сильной тревоги к средней? Нужно осознать, что у вас сейчас тревога. У меня сейчас тревога. Ничего страшного, от этого люди не умирают, я со всем разберусь. Чёткое осознание, что у вас тревога и взгляд на неё уже ослабляет её. Далее вам нужно попасть и здесь, и сейчас. Посмотрите по сторонам. Поймите, что сейчас с вами всё хорошо, вы целы, здоровы, невредимы. Немножко помедитируйте. Почувствуйте ощущения в своём теле. Где это у вас тревога сидит? В какой части тела? Прочувствуйте её, проживите в теле. Какая она мягкая, как туча, острая. Далее, вспомните примеры из прошлого, когда вы сильно о чём-то переживали, тревожились, но в итоге всё хорошо. И сейчас вы об этом уже вообще не беспокоитесь. Всё закончилось хорошо, вы зря тревожились. Ну, либо не зря, но в итоге всё равно всё хорошо закончилось. Вы что-то сделали, и в итоге всё хорошо закончилось. И сейчас то же самое. Всё в итоге будет хорошо. Но только если вы досмотрите это видео до конца. И последний шаг, чтобы попасть в среднюю тревогу, нужно заземлиться. Представьте место, где вам было очень хорошо, где вы отдыхали, кайфовали. У вас нервная система была в полном расслабоне. Вот, допустим, первый день отпуска, к примеру. Вы понимаете, что, о, вообще ещё столько времени отдыхать. Вы проснулись в 10-11 утра, и такие, о, кайф. Как вариант. У кого-то, может, это воспоминание из детства какое-то. В деревне у бабушки, там, у пруда речки. Вот. Попадите в это состояние, повспоминайте эти ощущения. Прочувствуйте, проживите это расслабление. Всё, поздравляю вас. После этого вы попадаете в уровень средней тревоги. Вы уже можете её контролировать. Тут основная идея перестать избегать эту тревогу и понять, что конкретно требует от вас ваш мозг, ваше подсознание, что, из-за чего вы тревожитесь. Задайте себе вопрос, по поводу чего я тревожусь? Что плохого может случиться? Например, ответ может быть, завтра экзамен, я его не сдам и пойду в армию. Или, допустим, до зарплаты осталось очень мало денег, а мне ещё полторы недели жить, я не выжжу. Второй шаг борьбы со средней тревогой. Задайте себе вопрос, могу ли я что-то сделать, что уменьшит шанс того, что это произойдёт? Например, если завтра важная встреча, могу ли я сейчас что-то сделать, что поможет мне пройти её успешно? Что поможет мне уменьшить шанс того, что эта встреча пройдёт провально? Если можете, то делайте всё это и переходите в лёгкий уровень тревоги. Но если вы понимаете, что вы не можете ничего сейчас сделать, то напишите план действий на ближайшее будущее, на неделю вперёд, на две, что вы можете делать, чтобы этого плохого чего-то не случилось. Пропишите этот план чётко. Как, что вы будете делать? Это уже снимет тревогу, если вы сейчас не можете это сделать. Ну а если вы не можете ничего сейчас сделать, не в ближайшие дни для улучшения исхода, то просто представьте негативный исход, что вот это произошло и что дальше. Как вы будете жить? Что вы будете делать, говорить, как действовать? Продумайте свои шаги дальнейшие, если этот ужасный вариант произойдёт. Тем самым вы себя подготовите к этому. Вы уже будете морально готовы. Придумайте план действий в случае вот этого негативного исхода. И немножко примите его. И это также снизит тревогу. Эту среднюю тревогу. И вот вы сделали всё, что могли, и всё, дальше не парьтесь. Используйте принцип стейциизма. Вы сделали, что могли, а дальше будет, что будет. Вы сделали всё, что от вас зависит, а дальше просто не парьтесь. Что будет, то и будет. Просто наблюдайте, смотрите. И вот мы попадаем на лёгкий уровень тревоги. Тут надо просто держать себя на позитивном фоне, на позитивной волне, в позитивных убеждениях. Что всё будет хорошо, всё отлично будет, я справлюсь. Мне повезёт. Здесь вам может помочь техника изменения убеждения о себе. Если вы тревожитесь, что вы плохой специалист, то вспомните все случаи, когда вы что-то хорошо делали, выполняли какую-то работу, когда вас хвалили. Выпишите все эти пункты, все эти моменты и сделайте вывод. Я компетент. Я классный специалист. Или, допустим, вы боитесь показаться скучными. Тогда вы пишите все ситуации из жизни, когда вы были на горе энтузиазма. Когда все ваши шутки заходили. Когда общение летело, вам делали комплименты. И сделайте вывод. Я хорош. Я харизматичный. У меня отличное чувство юмора. И последнее, для поддержания позитивного фона, вам помогут утренние позитивные аффирмации. Проговаривание позитивных убеждений полезных. Я такой-то, такой-то. У меня то-то, то-то. Все будет так-то, так-то. Вот так вот. Как выйти из легкой тревоги, я вам рассказал. Но как в нее случайно не попасть, сейчас еще вас предостерегу. Не забывайте про экологию разума. Обратите внимание, что вы читаете, смотрите. Вы часто можете там читать лишнего, что не влияет никак на вашу жизнь. Но будет поддавать вам тревоги. Вот этой бесполезной тревоги. Вот эти вещи лучше убрать, исключить. Не смотрите, не читайте такие новости, которые никак не влияют на вашу жизнь. Только лишь лишнюю тревогу вам дают. Ну и не забывайте про наши четыре гормона радости. Серотонин, дофамин, эндорфин, окситоцин. Серотонин мы получаем, когда чего-то достигаем. Когда можем гордиться собой. Эндорфин мы получаем, когда превозмогаем себя. Делаем что-то через силу, какие-то усилия. Допустим, вам лень прибраться в комнате. Вы через силу собираетесь, прибираетесь, получаете эндорфин. Вам лень потренироваться. Но вы взяли, потренировались, получили эндорфин. Следующий гормон дофамин. Это гормон предвкушения. Надо всегда иметь поставленные цели, которые будут вас зажигать. И окситоцин. Это обнимашки. Если вам грустно и пресно, обнимите кого-нибудь. А как справиться с тревогой, если у вас тревожное расстройство личности, я расскажу в следующем видео. Возможно, я уже его снял. Тогда оно будет в описании. Если нет еще, то пока нет. Все, всем удачи. С вами был психолог Александр Батуров. Пока!